Из Сириуса Кирилл вернулся еще в апреле и до сих пор парень под впечатлением. Призер регионального этапа Олимпиады по физике отправился в Российский образовательный центр на всероссийский конкурс. Каждый день 5-7 часов занятий. Было непросто, но лучшего лагеря и школы во всей России не найти. И находится он в Сочи. В Сириусе, что действительно сильно порадовало, это уровень обучения, который там преподавался. Потому что ни в Сочи, ни в Краснодаре даже нам так физику никогда не преподавали. И само собой объем материалов. Кроме образования порадовало еще все-таки питание, еда. Я не могу об этом не упомянуть, потому что постоянно, причем 24 часа в сутки. Сегодня Кириллу и еще 175 подросткам, кто достойно защитил честь города Сочи на различных олимпиадах и конференциях, победителям спортивных соревнований, дипломантам и лауреатам конкурсов, Глава города Анатолий Пахомов торжественно вручил дипломы юного гражданина и памятный подарок. Сегодня из 54 тысяч детей до 18 лет, 7 до 18 лет, у нас 46 тысяч детей нашли для себя вручение. И, наверное, скоро 50 тысяч наших родителей будут очень счастливы. Потому что, если подумать, то это самая главная задача. И самое главное, для чего живет каждый родитель. Словно там облаках наши бывшие дома, очень скоро наступит день. Самый важный для всех людей. И станет точно известно нам, это мы были вместе, не нам. На сегодняшний день в Сочи работают 50 учреждений дополнительного образования. Только в этом году в различных интеллектуальных конкурсах, форумах, фестивалях приняло участие около 75 тысяч школьников. Такой опыт, уверены организаторы, непременно поможет молодым дарованиям подготовить конкурентоспособное портфолио и открыть любые двери во взрослую жизнь. Елена Всецина, телекомпания ФКТ.